Дмитрий Куклов этой осенью пополнит ряды вооруженных сил. Не дожидаясь повестки, парень явился в комиссариат, когда узнал, что начался призыв. Зима удачно прошел медкомиссию и теперь будет готовиться к службе. Нести ее он хочет в спецназе. Несмотря на пандемию, я решил сам прийти на призывную комиссию. Я считаю, что каждый мужчина должен защищать и свою семью, и родину. Также наоборот, он опыт и знания. Также это пригодится в дальнейшем жизни. Еще один добросовестный призывник Сергей Немов. Молодой человек окончил университет по специальности юриспруденция. Для того, чтобы в дальнейшем был карьерный рост, ему нужно отслужить. С 2014 года это обязательно условие для устройства на работу в госорганы. Не служивших в вооруженных силах, не имеющих на то законных оснований, выдается не военный билет, а справка, в которой так и написано. Не служил, не имея на то законных оснований. В этом году из Самарской области на военную службу отправятся 1700 юношей. Из них 200 будут служить рядом с домом. Новобранцы направлены в разные виды войск вооруженных сил России. В регионе призывную кампанию проводят 46 комиссий. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции призывные сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Те, у кого есть признаки ОРВИ и гриппа, в здании не допускаются. Это хорошая возможность воспитать молодых людей настоящими мужчинами. Прийти после службы домой и смело, глядя в глаза всем своим товарищам, сказать, что я выполнил свой долг перед родиной, отслужил, могу с честью, с достоинством продолжить свою работу, жизнь уже в лице гражданского специалиста. Призыгная кампания «Осень-2020» будет продолжаться в плановом порядке до конца года. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.